Христос воскресе! На Щелковском телевидении «Диалог православий». Мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николы Бреляковского монастыря, игумену Евмению. Отец имени Христос воскресе! Воистину воскресе! Да, мы продолжаем праздновать светлое Христово воскресение. Предлагаю по доброй традиции начать чтение Евангелия. Того отрывка, в котором говорится о воскресении Господа. Сегодня у нас будет Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 1 по 12. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они осем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария-мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о всем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, восстав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, девясь сам в себе происшедшему. — Да, вот этот отрывок Евангелия будет читаться в воскресенье на утренние, так как день у нас начинается с вечера, соответственно, будет в субботу вечером читаться. Вот на чтении Евангелия, когда на Божественной Литургии утром читается, мы все внимание обращаем. Но вот когда читаются по вечерам, как-то вот одни и те же вроде отрывки, они там запоминаются, и иногда нам кажется, что не придаем особого значения. Но ведь, наверное, очень важно все это. — Ну, конечно, ничего случайного в церковном богослужении нет, и все важно, и все необходимо, и все сопутствует спасению души человеческой. Поэтому, конечно же, пропускать ничего не надо, и во все надо вслушиваться, и стараться понимать все, что происходит, все, что говорится. Ну, тем более, что перед воскресеньем вечером, ну, и в воскресной службе читаются те отрывки Евангелия, которые связаны непосредственно с воскресением Господа. Их всего 11, которые, собственно, разбросаны по всем четырем Евангелиям, и каждый из евангелистов, ну, каждый по своей части вкладывает в это. То есть там от Матфея одно, от Луки другой, от Марка третья, от Иоанна четвертая, пятая и прочее. То есть там их несколько кусочков Евангелия у каждого из евангелистов, которые именно говорят как бы с разных сторон, показывая, что происходило по воскрешении Христа. И для нас это, наверное, является самым важным в евангельском повествовании, потому что, собственно, на этом всем и основана наша православная вера, что мы живые уже в вечности, что мы не только живем и умираем, и больше от нас ничего не остается. Нет, мы еще и воскреснем, и будем жить в вечности вместе с Господом. И, конечно же, вот эта благая весть, Евангелие переводится «благая весть», она как раз и разнесена. Было апостолами по всему миру весть именно о том, что Господь воскрес, как мы сейчас во время пасхальных дней всем воскресаем. Христос воскресе, да? Воиск воскресе. Воиск воскресе. Да, это как раз то, что содержится основным в евангельском тексте, что если Господь воскрес, и сам Господь говорит, что все, кто меня слушают, меня любят, все будут со мной и также воскреснут в день уже воскрешения всеобщего. Поэтому мы на этом основании как раз и строим свою жизнь. То есть, как все понимают, что обязательно должно быть какое-то мировоззрение у человека. Человек должен к чему-то стремиться, какие-то цели ставить в свою жизнь. Если он бесцельно живет, он деградирует, и, собственно, жизнь не удается у такого человека, который бесцельная жизнь. Так мы и говорим. Он человек совершенно, так сказать, не знает, чего хочет. Так вот, Евангелие нам выставляет истинные критерии, чего надо хотеть, к чему надо стремиться и к какой цели надо идти. А здесь в Евангелии мы читаем, к сам Господь говорит, а перед этим Иоанн Претеча говорил, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. То есть, Царство Небесное, к которому мы все должны стремиться в течение своей жизни, здесь земной, плотской жизни, и перейти в эту жизнь вечную и после кончины нашей земной, плотской кончины, и после Страшного Суда, тем более мы войдем уже в Царство Небесное, уже и с телом, который Господь воскресит уже перед Страшным Судом, каждому из нас. Вот это основная задача всех верующих, что мы должны подготовиться и с верой в воскресшего Христа сами воскреснуть. Ну, и верующих, и верующих, потому что это единственное, что важно, вот эта вечность, вечные ценности, потому что здесь все в этом мире, все уйдет. Ну, мы видим, что, собственно, даже на нашей короткой жизни, как все поменялось. Жили в Советском Союзе, потом были годы перестройки, когда вообще было все непонятно, все рушилось, все исчезало, потом, собственно, развал дошел до какой-то грани, Господь смилостивился, послал нам другое устроение жизни, то есть тогда даже не выплачивались ни пенсии, ни зарплаты, это все было на моей памяти, я все это помню. Потом началось налаживание, сейчас вот другая жизнь, сейчас вот какие-то и военные действия начинаются, то есть мы постоянно живем в меняющемся, в таком нестабильном мире. Да и люди, да, которые нас окружают, с кем-то мы какой-то определенный отрезок идем пути, потом пути расходятся. Да, люди меняются, те, с кем мы были в школе, многих уже и нет, многие уже, так сказать, на кладбище находятся, а души неизвестно где их, потому что многие, пройдя через эти годы испытаний, кто-то сломался, кто-то спился, кто-то с наркотиками, так сказать, познакомился и тоже умер, кто-то какой-то влез в мафиозную структуру и, собственно, там был погребен, убит. Вот, и это все на нашей памяти. И из этого надо просто тоже сделать выводы, что здесь в этом мире все меняется. И есть люди, которые были отличниками когда-то в школе, да, и, казалось бы, у них были такие перспективы, и так у них все должно было складываться в жизни идеально, а на самом деле ничего не получилось, и никакая, так сказать, эта вся ситуация школьная и особо не повлияла на их будущую счастливую или несчастливую жизнь. Вот это нас наводит на мысль, что, как царь Соломоновичу сказал в Ветхом Завете, что все суета-сует и томление духа. То есть мы в этом мире суетимся, бегаем, носимся за какими-то морковками, и когда достигаем этих морковок, появляется томление духа. Оказывается, что мы, собственно, какую-то свою идею, свои желания воплотили, а оно не принесло, оказывается, ничего того, чего думал я, что оно принесет. То есть сначала суета-сует, потом томление духа от того, что достигший цели не получил, чего хотел. И вот из этого исходя, мы понимаем, что цель нашей жизни, собственно, не здесь, а там. Здесь мы всего лишь учимся, что-то постигаем, какие-то уроки Господь нам показывает, открывает. Почему и меняется так у нас жизнь. То есть можно сравнить со школьным также нашим жительством, где в течение дня меняется ряд уроков. То математика, то физика, то биология, то пение, то физкультура. Постоянная смена предметов. И там мы не удивляемся в школе, что так оно и должно быть. А что здесь удивляться? Мы здесь также в школе, здесь также меняются предметы, меняются задачи, меняются какие-то учителя, меняются в нашей жизни. И главное, ну, не сдать на двоечку эти предметы. Да, нам всем надо не забывать, что мы тоже так же окажемся в смерти. Да, и к этому мы тоже подойдем. То есть выходные экзамены в школе, они наводят на мысль, что и здесь, на окончании этой школы в земной жизни, также будут выходные экзамены, которые также придется сдавать. И к ним надо тоже готовиться. Часто даже люди, многие говорят, да и самому часто снится, что во сне сдаешь какие-то экзамены, чему-то учишься, и ощущение неподготовленности вот этой вот. Оно просыпаешься, и вот это чувство, что я не готов к какому-то экзамену, оно как бы из сна с тобой остается и в бодрственном состоянии. Ну, в общем, вот здесь можно согласиться, мы, в общем-то, не особо готовимся к нашим экзаменам, и это очень грустно. А у меня после таких снов ощущения, я благодарю Господа, слава Богу, что это всего лишь был сон. Да, и так тоже можно подумать, что это всего лишь был сон, но, как есть поговорка, сказка «ложь давний намек», да, вот так «добрый молс-мурок», вот этот сон, ложь давнем намек, вот этот намек как раз на то, что экзамен нас впереди ждет, и надо к нему тоже готовиться. Да, пересмотреть свои ценности. И ценности, и знания, и опыт, и какие-то привычки, и, самое главное, цель жизни, надо четко и ясно увидеть, что мы идем к той цели жизни, которая действительно истинна, которая не изменится, которая не пропадет через там 10-5 или 1 год и не станет неинтересной, да, а мы на нее потратили там 5 лет для достижения этой цели, она оказалась совершенно неинтересной. Я в связи с этим вспоминаю, когда учились там в школе, в институте был просто как-то фантастически ценен для каждого из нас. Это вот посмотреть фильмы на проигрывателях различных видеомагнитофонах. И иметь видеомагнитофон для многих являлось, ну, прям целью жизни. То есть люди просто работали на видеомагнитофон, зарабатывали там 5 лет, купили его и потом хвалились. Прошло еще там 5-10 лет, и они обесценились, и, собственно, никакой проблемы, они сейчас и не нужны, сейчас в интернете все можно найти. То есть насколько все быстро меняется и обесценивается в этом мире материальном. Задумайтесь об этом, это важно. Какие истинные ценности? То есть что вечно? То есть это любовь, то, что в нас внутри живет? Истинные ценности – это те ценности, которые не исчезают со временем, которые тысячу лет назад были ценностями, которые после нас останутся ценностями, которые не боятся смерти, эти ценности, которые не исчезают, ну, как, знаете, как красивая одежда там, то моль съела, то еще что-то такое произошло с ней, то она рассыпалась. И ни от чего не зависит. И эти истинные ценности, они ни от чего не зависят, они ни от чего не меняются, они ценностями остаются в вечности. То есть сама вечность им не вредит. Эти истинные ценности, они связаны, конечно же, с верой и духовностью человеческой, потому что человек, он состоит из трех частей – тело, душа и дух. И вот те, кто ценности в телесном мире ищут, они очень быстро меняются, очень быстро исчезают. Те, кто ищут ценности душевные, они более, так сказать, продолжительное время существуют, но тоже меняются, тоже исчезают и обесцениваются. А вот духовные ценности, они были, есть и будут, и никогда не меняются, и не исчезают. – Сейчас мы дойдем до разбора телесных, душевных, духовных чувств. Еще остановимся к евангельскому отрывку нашему, вернемся. Мы слышим каждый раз одно и то же. Как нам воспринимать все это, чтобы откладывалось в нас? – Когда читаешь Евангелие, ты соприкасаешься с той благодатью Божией, которая, собственно, в Евангелии содержится через Духа Святого. Евангелие написали апостолы. И эта благодать Духа Святого каждый раз при чтении Евангелия соприкасается с душой человеческой. И получается, что душа впитывает в себя то бесценное, то совершенно незнакомое чувство Богообщения, с которым мы нигде не столкнемся. Ну, где можно? В метро или, не знаю, на работе или в семье? Где мы можем столкнуться с благодатью Духа Святого? Только при чтении Священного Писания, только в богослужении. Да, в молитве. Вот именно для этого такая вот дверка Господом оставлена, через которую мы можем с Ним общаться, и через которую мы черпаем от Него особые дары, особые впечатления, особые чувства, духовные чувства, и особую память о том мире, который открывается через эту дверь. А как нам повлиять, чтобы свежее восприятие, чтобы мы внимательно слушали, чтобы получать по-максимальному? Ну, действительно, по-первых, когда только начинается, человек только входит в церковную жизнь, только начинает читать его, ничего не понятно. Вот читает просто там страницу, прочел из этой страницы, ну, два-три предложения, может быть, были понятны. Но если человек настойчив, если человек ставит перед собой цель, а эта цель уже не плотская, а духовная цель, что я буду читать и постараюсь понимать, потихонечку научусь понимать Евангелие. Вот эта цель, она очень благодатна, и через эту цель как раз человек приходит к пониманию того, что читается. И нам старается, наверное, глазами посмотреть тех участников событий евангельских, да? То есть как те же жены Мироносеца, мы с вами уже четвертую передачу рассказываем, или третью про жены Мироносеца, как они пришли ко гробу, да? И вот надо пережить их глазами. То есть для нас вот все понятно, Господь воскрес, вот все. Ну да, чего тут еще разжевывать, да? На самом деле, конечно же, Евангелие передает еще и чувство тех людей, которые участвовали в этом. И чувство самого Господа, да, когда он восклицает на кресте, Боже мой, Боже мой, по что ты меня оставил, да? Это же в этих словах и чувства его передаются нам. И, конечно же, они не могут не впечатлить, как это вот сам Господь страдает, и вот такие тяжести испытывает, да, такие болезненные состояния. Вот, и то же самое с Мироносецами. Мы должны поставить себя на их место, насколько это возможно, и постараться увидеть их глазами, что происходит. Вот они только что, так сказать, пережили распятие, все в печали, в тоске и в безмерной печали о том, что больше никогда не увидят Господа. И здесь вот последние, так сказать, дань, они несут вот это вот такое особенное составленное мироварение, которое помазать тело надо Христа по традиции израильского государства. И вдруг тела нет. И как это? Это шок. Это, понимаете, то есть они, так сказать, двигаются по тому плану, который у них в голове есть. Вот мы его распяли, вот его погребли, все, он умер. Теперь надо просто в уныние, в печали, но совершить то, что полагается совершить. И они забыли совсем про то, что Господь сказал, что я воскресну. Мы здесь вот читаем, что они вспомнили, когда ангелы им сказали, что он же вам говорил в Галилее, что он воскреснет. Им подобает распяться и воскреснуть. И только тут они вспомнили, только после того, как ангелы им об этом напомнили. И вот здесь изменение их состояния души, ну, кардинальное. И мне вот нравится, вот после воскресения, чем там занимаются? В основном все бегают. То есть одни побежали сообщить другим, Петр побежал с вами. То есть все бегают, все начинают туда-сюда. Ну да, он даже здесь в Евангелии пошел назад, девясь сам в себе происшедшему. Побежал ко гробу, да. То есть он же взрослый мужчина, а он побежал как ребенок. С ним Иоанн Богослов так же, но Иоанн Богослов был молодой совершенно человек. Он первым прибежал, потом Петр. Мы из другого Евангелия это знаем. И каково было состояние их удивления, пораженной души, когда они не увидели тело, а еще тут же накладывается то, что им сказали жены мироносицы, что они видели ангелов, и что Господь воскрес, и полное, так сказать, выбивание из колеи того уныния, той печали, то есть ну все, все пропало, да. Конечно же, они не могли даже сориентироваться, что же происходит. Мы с вами сейчас продолжим. Примем звоночек. Да-да. Пожалуйста, говорите, мы слушаем. Добрый вечер, отец Евгений. Година. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы задать вам такой вопрос. Господь был в Роспят в пятницу, а в воскресенье он воскрес. Скажите, где же он был в субботу, и что делал в дни между своим воскресеньем и воскресеньем? Благодарю. Спасибо. Спасибо, Господь. Тут как бы два вопроса, да, не один вопрос. Первый вопрос – это, что было с Господом в субботу, а второй вопрос – что было с Господом от воскрешения до вознесения. То есть вот как бы два периода времени. Давайте тогда вот разделим этот один вопрос на два подвопроса. Ну, по поводу того, что происходило с Господом в субботние часы, то есть в пятницу его распяли, в субботу он спустился в ад. То есть тело его лежало во гробе до воскрешения, а душой Господь спустился в ад, как, собственно, и все души человеческие до его воскрешения также проходили этой дорогой. То есть каждый человек умирал, тело оставалось в гробе, а душа его шла в ад. И Господь и здесь повторил также человеческий путь, потому что он воспринял на себя человеческое естество, и все, что подобает с человеком произойти, ну, только без грехов, конечно же, оно произошло и с Господом. И здесь он также по этому закону смерти опустился в ад душой своей, и там проповедовал Евангелие и свое воскрешение. Там он встретился с Иоанном Претечей, который и там, так как он умер до смерти Христа, Иоанн Претечий и там проповедовал пришествие Мессии, соответственно, он и там был в Претечии, и в адских узилищах для душ там погребенных. То есть он подготовил и там души людские к пришествию Христа. Собственно, Господь пришел и о своем воскрешении проповедовал там всем. И так как он был, кроме человека, еще и Богом, само присутствие Бога в аду, оно разрушило адские узилища, и, как сказано, сломило все печати, то есть замки сломало ада, и уже ад не мог удержать никого из праведников, верующих в Христа. Таким образом, Господь, когда воскрес, Он из ада вывел всех... Те, кто Его ждал. ...в Его верующих, кто Его ждал, а это все ветхозаветные пророки, а это все праведники, в том числе и Ной, и Адам с Евой, то есть он всех их, Адам с Евой ждали, представляете, они две тысячи лет жили на земле, а потом еще после смерти, еще сколько там, четыре тысячи, по-моему, лет, еще ждали его в Аде. Соответственно, получается что? Что вот всех от Адама до его пришествия, праведников, верующих во Христа, Господь вывел вместе с собой в Царство Небесное. Это произошло вот как раз в субботу сошествия в Ад, в воскресенье, Господь сделал такое удивительное чудо для всех бывших в Аду. Ну и вторая часть вопроса, что же Господь делал после своего воскрешения, где Он пребывал до Вознесения? Ну, во-первых, Он посещал апостолов, Ему надо было их привести опять в апостольское состояние, из уныния вывести, утвердить их в вере, что Он воскрес, напомнить им, что Он им говорил и что это совершилось, Он им говорил, что я воскресну, воскресну, но они об этом забыли и даже не верили Марии Магдалине и другим женам мироносицам, когда они говорили апостолам все об этом же. Поэтому Он им явился и отдельно, и всем собранным вместе, и только после этого апостолы восстановились в вере, из уныния вышли, и после этого они были готовы к проповеди о воскресшем Христе, не о распятом Христе, а о воскресшем Христе, они были готовы к проповеди. Но духовные еще были не крепкие, поэтому до схождения Духа Святого, до праздника Троицы, Пятидесятницы, Господь им повелел быть в Иерусалиме, никуда не уходить, пока не обликутся силой свыше. Собственно, что они делали? Молились вот в помещениях закрытых, и на проповедь они вышли только после уже Пятидесятницы, во весь мир, во всю Римскую империю. Вышли проповедовать об этом. А сам Господь был здесь с апостолами, но мы также читаем в Евангелии, что Он говорит, что, ну, то есть Мария Магдалине, не прикасайся ко мне, ибо восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему. И в других Евангелиях мы также читаем, что передайте, что я вот восхожу к Богу вашему, и сел Одесную Бога Отца. То есть мы видим, что Господь, кроме пребывания в этом мире земном, Он уже и был с Богом Отцом, то есть и на небо вознесся. То есть да, о земной жизни Господа после воскрешения и до вознесения нам известно, через Евангелие, да, когда Господь являлся. То есть, получается, вознесся, что Он и раньше. То есть это, видимо, для нас было, да, вот это вознесение на 40-й день. Ну, просто до вознесения Господь очень часто являлся апостолом, и они воспринимали, как будто Он здесь находится. Поэтому нужно было подытожить Его пребывание в земном мире, хотя он сказал, что буду, буду всегда с вами находиться, и буду помогать вам в проповеди, и это мы читаем в Евангелии все. Но чтобы они утвердились, что Он действительно сел одеснуя Бога Отца, а не пребывал здесь в этом мире, Он вот явным образом поднялся на небо, оторвавшись от горы Елеонской, на глазах у апостолов, изумленных в очередной раз, изумленных. И они стояли, ждали, как же Он там, вот когда, может быть, опустится, и через там несколько часов стояния, Он ангела послал, который пришел, сказал, мужи апостольские, что вы тут стоите. Господь как вознесся, так и придет второй раз в этот мир. То есть для нас тоже путь показал Господь. Да, то есть мы через это все понимаем, что будет происходить с нами. То есть мы должны умереть, мы должны воскреснуть, мы должны вознестись на небо. А что поменялось со смертью Господа? То есть, как вы сказали, что когда раньше, до пришествия Господа, то есть все люди, в том числе праведники, умирая, сразу же уходили в ад, а сейчас, вот на третий день Господь воскрес, что сейчас происходит с душами умерших? То есть вот это трехдневное пребывание? Ну, так как Господь сломал вот эту вот цепочку событий после грехопадения Адама с Евой, то есть все шли в ад без исключения, потому что все нарушали закон Божий, то Господь это сломал, и всякий верующий теперь, если он верующий, если он слушался Господа, если он пребывал в его словах, исполнял эти слова Божии, то он уже в ад не сходит, он после смерти, три дня он пребывает здесь, в этом мире, как и Господь пребывал с апостолами. Все люди пребывают. Все люди, да. И грешники, и праведники, все три дня. И праведники три дня, да, пребывает здесь. Ну, кто-то, кто грешник, он рядом с телом в ужасе стоит и смотрит, как же он теперь в это тело вернется, и уже, как же, значит, жизнь закончилась его здесь, в этом мире. А праведники могут посещать места каких-то своих добродетелей, каких-то своих важных для них мест. То есть они могут посещать родственников, они могут даже в Иерусалим быть перенесены ангелами для поклонения гроба Господня, если они хотели, или, может быть, были при жизни там. То есть у них эти три дня как бы прощание с этим миром происходит. И на третий день они возносятся уже ко Господу, чтобы получить от него воздаяние, заслуженное по делам. Но это возношение ко Господу до девятого дня, это называется мытарство, на сороковой день они предстают перед Господом. Вот, собственно, то, что происходит с душой каждого из людей, здесь живущих. Но некрещеные, они уже никуда не возносятся, они три дня здесь находятся, потом идут в ад. Так, значит, на три дня душа пребывает здесь, на девятый день она в каком-то определенном месте, да? То есть до девятого дня идет мытарство, и на девятый день она предстает пред Господом. То есть это как помещение какое-то для нашего образа, если вот так вот. Ну, помещение, не помещение, но Господь, Он может в каком-то особом, наверное, месте, да. Ну, часть неба, допустим, представить, да? Да, 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 можно так это представить, да. Где Господь, душа к нему приходит, и Он повелевает ей уже показать, с девятого по сороковой день, показать все обители, и ада, и рая. С третьего по девятый день? С третьего по девятый мытарство идут. А что такое? Мытарство – это частный суд, так называемый, когда душа человеческая проходит, ну, как через судей, через бесов. То есть тут два ангела с ним стоят рядом? Да, ангел-хранитель и ангел-сопровождающий душу начинают поднимать ко Господу, но на всех этих ступеньках поднятия души их ждут бесы, и представляют те грехи, которые эта душа производила в жизни. Если они не раскаянные грехи, то за эти грехи душа должна воздать… Например, говорит, ага, так вот ты там конфетку съел из магазина, например. Да, украл что-то, да. Но ангел говорит, а вот он пожертвовал там вот милостыню какому-то там бездомному, да, и тогда этот грех перекрывается добрым делом. Или раскаялся в нем, да? Он пошел в храм и покаялся, и тогда этот грех просто даже не поминается, его нету просто. Бес читает, а там прочитать нечего, то есть там еще лучше ситуация. И если у души хватает добрых дел для покрытия своих грехов и покаянных вот этих вот исповедей, то душа безбедна, совершенно не задерживаясь, проходит через этих частных судей, через бесов, они не могут ее задержать и спустить в ад, и поднимается на девятый день к Господу. Господь ему говорит, ну, теперь покажите этой душе новый мир, в который она вот сейчас входит. Покажите ей адские какие-то места, места, где люди живут и после смерти, и райские места, где люди также пребывают после своей смерти. И вот с девятого по сороковой день ей показывают это все. На сороковой день она предстает опять перед Богом, и ей уже Господь говорит, в каком месте она будет пребывать до страшного суда. То есть уже совершается такой частный приговор над душой, и она идет вот в то место, которое она заслужила. Почему не окончательное это место, то есть вот все в вечности, а лишь частное решение? Потому что до страшного суда есть время изменить судебные, так сказать, к этой душе призвания, то, что Господь ей приписал, своими молитвами за умершего, или те добрые дела, которые душа оставила здесь, в этом мире, они также будут еще продолжать делать что-то доброе, и это ей также вменится в течение всего периода времени до страшного суда. То есть, да, пока там человек находится, он уже ничего сделать не может, одна надежда на родственников, на близких, друзей. Только на живых в этом мире, которые могут ее вымолить, и на те добрые дела, которые он здесь оставил, которые могут еще что-то принести, какой-то, ну, как говорят, дивиденды, да. Но если, грубо говоря, человек построил или участвовал в строительстве храма, то в течение всего времени существования этого храма будет возноситься молитва за тех, кто его строил. И, соответственно, человек уже умер, а храм стоит там 200-300 лет, там, не знаю, сколько нам до скончания мира осталось. И все эти 200-300 лет будут молиться за эту душу, и, соответственно, ее грехи вымолят. И тогда она уже на страшном суде будет прощена. Вот так вот все у нас интересно, сложно. Вернемся к нашему отрывку евангельскому. Здесь мы видим, что пришли жены мироносицы, да, и даже их имена перечислялись, их много было, да. И здесь они с Господом еще не встречаются, здесь они встречают ангелов, да, потом они бегут к апостолам. Почему апостолы им не верят? Вот это как раз то состояние души, которое называется унынием, ну, или там депрессии, если по-мирски, да. Сейчас говорят, что таблетки помогают от депрессии, но на самом деле ничего не помогает, никакие таблетки, а только духовные лекарства могут помочь от уныния. Поэтому нужно исповедоваться, причащаться и помолиться. Ну, и вот апостолы также пребывали в таком же унынии и в слезах, и в печали, и в плаче пребывали в течение всего этого времени. Как мы знаем, когда человек пребывает в унынии, он никого не слышит, никому не верит, и ему ни до кого нет дела. То есть он внутрь себя ушел, он, так сказать, коллапсировал внутрь себя, и извне до него достучаться даже трудно. То есть он даже слов-то не слышит. Поэтому эти апостолы, ну, как в Евангелии сказано, они не поверили, что они там говорят, ну, какую-то ерунду. Им показалось какую-то ерунду, они говорят, скорее всего. И, соответственно, никто из них не вышел из уныния, продолжали вот в этом плаче пребывать. Кроме двух апостолов, Иоанна Богослова и Петра, которые подхватились и побежали буквально. Вот насколько любовь к Богу у них была сильна. Они побежали просто по гробу. У них вот, если сравнивать, да, то есть мы сколько раз говорили, как апостол Петр, и Господь его спрашивал, любишь ли ты меня, да, больше других. Да, да. И Иоанн неоднократно говорит, ну, наверное, так могут многие сказать, что Господь меня больше всех любит, да. И там апостол Иоанн тоже так говорит, что, да, вот любимый ученик про себя. У них любовь, как вот в сравнении с женой Мироносием, сильнее была, слабее. Ну, значит, ну, таких весов трудно сейчас создать, на которых можно взвесить у кого чего больше, но по делам мы видим, что Мироносицы-то как раз по любви делали что-то. То есть у них любовь их оживотворяла, и они даже к умершему Христу шли. А вот Петр и Иоанн в этом не участвовали. То есть они не пошли вместе с Мироносицами. Поэтому здесь любовь, такая чувственная, женская любовь, она в этой ситуации, она была больше, более действенна была, потому что она приводила к действиям. А вообще вот мы, да, вот по опыту нашему замечаем, все-таки, наверное, женщины и мужчины, они, наверное, все-таки по-разному любят. Женщины, они больше такие вот чувствительные, да, чувства, а мужчины, они больше вот как-то рассудочно. Ну да, мы наслышаны об этом, собственно, и с психологией, и с других, так сказать, наук, что женщина, она больше чувственной любви имеет в себе, сердечной, а мужчина более такой разумной, рассудительной, да, умственной любви имеет. Но и та, и другая любовь, они имеют свои плюсы, свои минусы, потому что чувства, они очень, так сказать, трудноуправляемые, и часто такая любовь, безрассудная любовь, мы ее называем, она может приводить к отрицательным последствиям. А любовь рассудительная, она более управляемая, она более разумная, скажем так, управляемая, но она, вот видим здесь, она подвержена другим, так сказать, немощам, она здесь вот была подавлена тем, что ум говорил любви, что да нет, Господь уже умер, его уже не будет с нами никогда, и разум здесь с этой мыслью сослагается. Они, наверное, может, боялись поверить, поверить, они забыли, повторюсь, они забыли даже в уме своем, что Господь им говорил, что он воскреснет. Вот что странно-то. Ведь он несколько раз об этом говорил, но настолько вот, вот здесь мы как раз видим, что разумная любовь, она очень сильно подвержена мыслям и различным таким уверением, что да нет, уже все, все закончилось, и любовь начинает угасать из-за этого, то есть она как бы коллапсирует в унынии. А вот у женщин, что бы им разум не говорил, им сердце вот тянуло, и все, любовь есть в сердце, все, мы пойдем. Ну, а с другой стороны, Петра тоже, помните, проявил, когда он говорит, нет, Господь, ты не пойдешь туда, не будет с тобой этого. Было и у него такое, да, безрассудное действие, но Господь его на тот момент очень одернул, даже назвал, отойди от меня сатана, да, то есть к Петру обращаясь. Вот этот момент мы тоже помним. Поэтому безрассудная любовь есть и у мужчин, но все-таки реже. У женщин она более часто проявляется, и это, ну, любой психолог может сказать вам. Соответственно, здесь мы видим вот эти два разных подхода, что апостолы все днем сидели в закрытых помещениях, никуда не шли, а женщины, тем не менее, движимые любовью ко Христу, пошли ко гробу. Так, как признапоминаемый патриарх сербский Павел тоже говорил, да, что ум без доброты переходит в злобу, а доброта без ума в глупость. И то, и другое, да, неправильно. И злоба, ум без доброты, без любви, и доброта. Как вот это нам гармонично сочетать? Вообще, что такое вот чувство? Ну, мы, так как мы живем в этом мире, мы не можем не чувствовать. Это наша связь с внешним миром, ну, для самых, так сказать, простых вещей, да, те пять чувств, которые у нас есть, это тот контакт души нашей внутри находящейся. Ну, это зрение, слух, обоняние, осязание. У плоти нашей. Да, то есть это то, что наши телесные чувства самые известные, самые простые, самые исследованные человеком, да, и в которых, ну, никто особо не сомневается. Хотя они тоже могут быть подвержены различным, так сказать, напастьям, в том числе и болезням, когда, ну, например, после ковида запах пропадает, да, вот просто раз, и обоняние исчезло. То же самое при различных других заболеваниях другие чувства могут, там, или зрение, или слух пропасть. То есть мы все-таки, они тоже видим, что не вечные эти чувства, плотские. А для чего нам, Господь, вообще чувства? Чтобы нам интереснее было жить? Для того, чтобы мы могли контактировать с этим миром, а мир очень сложный, со многими неизвестными, как говорят, да, с многими творениями Божьими, и в котором мы должны себя проявлять как-то, не только внутренне себя жить, но и снаружи должны проявлять себя, какие-то дела делать. Для того, чтобы вот этот вот контакт был правильным, нам и нужны плотские чувства. То есть и общаться с Творцом, наверное, да? То есть зрение, мы видим красоту. Но это уже другие чувства. То есть мы сейчас говорим только о плотских чувствах. Ну, грубо говоря, чтобы мы не отравились, мы должны осязанием, обонянием и вкусом понять, что у нас... И даже зрением посмотреть. А то и зрением, да, какой он зеленый, там, кислый, или какой-то там еще противный, да. Чтобы не отравиться, да? То есть нам чувство здесь помогает не умереть просто от отравления. Так же, как мы зрением и слухом можем увидеть врага, там, ну, волка, медведя, там, или еще что-то такое страшное происходящее, и туда просто, ну, избежать, не ходить. Так же, и другие, там, от холода нам так же осязание помогает. То есть, ой, холодно, надо одеваться. Или, там, от жары надо охлаждаться. То есть эти чувства... Или ребенка, как, например, да, как его понять. Он закричал, значит, что-то у нас с ним делается. Да, значит, слух нам сигнализирует, ага, что-то кряхтит, или что-то кричит, значит, что-то не то. То есть мы этими самыми простыми телесными чувствами управляемся и управляем, в том числе, и другими. У животных то же самое. Это чувства, можно сказать, животного характера. То есть все те же самые чувства есть у животных, причем даже более развитые, ну, как у собаки, например. А боняние, там, в тысячи раз лучше, чем у нас. Или слух у кого-то, да. Или слух, да, или зрение орла, который видит, там, на километры, там, мышку какую-то за несколько километров видит в траве. То есть все это все у нас одинаковое? Они одинаковые, но по силе у животных чувства намного более развиты, у нас они более притуплены. Да, но у нас есть слова, да? Но мы имеем чувства, кроме телесных, еще и душевные чувства мы имеем. И это более сложный мир, он уже внутри нас находится, хотя и снаружи тоже. Ну, например, чувство красоты. Вот это что такое? Оно чем, там, обонянием, осязанием, чем мы это чувство красоты можем, так сказать, какой орган выделим для него? Но оно, получается, все равно через органы телесные поступает к нам в мозг-то, да? Ну и что? Нам через глаза, например, может поступать одна и та же картинка, но если ее доработать, она становится красивой. А если не доработать эту картину, то она некрасивая. Ну вот это красиво и красиво, то есть у нас поступает через телесные? Чувство красоты, оно, да. Первоначально это, опять же, те же самые чувства телесные, то есть животные чувства, но они еще имеют производные внутренние чувства. Дальше обрабатываем информацию эту, да? Да, и у нас получается ощущение, что вот здесь доделано, а вот здесь не доделано, вот здесь красиво, вот здесь некрасиво. Здесь, как раз, различие, кому что нравится, да? Этот мне нравится, этот мне не нравится. Да, здесь мы выходим на слово нравится-не нравится, от этого слова происходит слово нрав, то есть вот одному этот нравится, а это не нравится, а другому это нравится, это не нравится, и разные нравы. У этого крутой нрав, а у этого добрый нрав, а у этого развращенный нрав. От слова «нрав» происходит нравственность, и уже целая наука нравственности. То есть это наши душевные чувства? Из наших душевных чувств происходит целый мир, оказывается, со своими законами, со своими принципами и со своими правильными и неправильными поступками. То есть нравственность – это наука человеческая. У животных нет нравственности. Это как раз здесь мы уже отличаемся от животных. Здесь мы совершенно другие конструкции, другие понятия имеем. И на нравственных чувствах мы можем выстраивать человеческие, уже не животные, а человеческие отношения. Ну, например, у животных есть инстинкт размножения. И у человека он есть этот инстинкт. Но с нравственностью это становится уже не просто инстинкт размножения, не просто блуд, как это грехом называется, а это уже семья, это уже рождение детей, воспитание и различные проистекающие от этого, так сказать, моменты нравственности, которых у животных нет. Соответственно, еще следующий шаг уже не душевные чувства, а духовные чувства – это те, которые не зависят практически не от зрения, ни от слуха, ни от обоняния, ни от чего. Вера, она от чего зависит? Она зависит от совершенно внутренних каких-то принципов убеждений. То есть апостол Павел сказал, что вера… Сейчас я точно не смогу вспомнить его определение, но вера – это убежденность в том невидимом, что ни глаз, ни ухо ничего не измеет. Но есть убеждение, что это есть. Уверенность в невидимом, да? Уверенность в невидимом. Вот это, так сказать, краткое такое определение веры апостолу Павлу. Какой орган за веру отвечает? Не назовете вы этого органа. Или надежда? Тоже высшее чувство, чувство духовное. Оно как связано с глазами, с ушами или еще с чем-то? Никак совершенно. Упование на Бога, вера в Бога, надежда на Бога, смирение, терпение, любовь. То есть вот эти все высшие категории чувства, они имеют духовные основания, и они зиждутся на духе, нашем духе, на котором зиждется вся душа, а на душе зиждется тело. И к этому мы призваны, чтобы мы не оставались рожденными животными, а мы все-таки приходили потом в человеческие отношения, а из человеческих в ангельские отношения приходили. То есть так, когда человек рождается, да, младенец, он получается вот на уровне животного. То есть инстинкты, больше ничего. Там поел, поспал, покричал там или там полыбался. Это все у животных есть. Но потом по мере развития души... Начинаются дружеские отношения, да? Появляются уже совсем другие чувства, да. Он обиделся, он там что-то нравится, что-то не нравится. Он уже, он может, например... Я сам. Да, да, своим каким-то там гонором своим быть. Или, например, когда человек восхищается шахматной партией. Вот в шахматы играет, и он восхищен красотой там какого-то этюда. Это как это? Вот чему ему там нравится? Или когда человек... А вот футбол смотрят. Футбол, да. Или человек, например, математик. Он восхищается формулой какой-то. Красотой закона, теоремой какой-то. Как технично ударил в мяч, какой гол забил. Ну да, это тоже есть такие моменты. То есть здесь уже человеческие начинаются моменты. И когда при возрастании уже души она переходит в духовные чувства, то здесь, конечно, еще один шаг изменения человека происходит. И этот шаг, он становится коренным во всей его жизни. После этого человек обычно меняет жизнь. Ну не на 180 градусов, но очень сильно меняет. То есть мы все к этому призваны с определенным возрастом, да? Да, да, да. Все-таки оставлять свои какие-то земные такие увлечения, интересы и уже устремлять все к Богу. Ну да. Если инженерно, как вот вы говорите, можно... Коммуникации у нас должны развиваться, коммуникативность, да? Мы должны от телесных коммуникаций переходить к душевным, а потом перейти к духовным коммуникациям. То есть иначе мы не развиваемся и не начинаем деградировать. И мы, к сожалению, видим таких много людей, которые деградируют, и к старости приходят уже, ну как бесы становятся, да? То есть у них уже духовная деградация происходит, и он уже... Да лучше бы он просто человеком оставался, а он уже не человек. Уже по своему гневу, по своим страстям, по своим каким-то там воровству или еще каким-то там грубым, так сказать, страстям превосходит не то что животных. Он уже в падших ангелов превращается. Вот есть и такой путь деградации, неразвития. Поэтому мы все-таки призваны к развитию, и мы не должны останавливаться на душевных чувствах. Мы должны приходить к духовным. Почему не все понимают, что такое, о чем мы говорим сейчас, в смысле о духовности? Да потому что эти чувства очень тонкие и очень высокоразвитые. То есть мы должны стремиться развивать эти чувства. Ну как человек, который никогда не читал какой-то литературы высококультурной, не смотрел там картины Айвазовского, или не восхищался там той же партией шахматной, или еще чем-то таким-то, какими-то инженерными разработками не удивлялся. Он не поймет даже, о чему тут восхищаться. Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Сказал бы такой неразвитый телесный плоской человек. Да, вот там поесть, поспать, вот это я могу. А когда человек возрастает, тогда он начинает это все понимать. И точно так же душевный человек не может понять духовного человека, потому что у него нет наработок, у него нет понятий, и у него нет внутренних ощущений того, о чем говорит духовный человек. Вот к этому надо стремиться. Да, к сожалению, наша передача задерживается. Меньше одной минуты осталось. Я думаю, если Бог даст, мы с вами такую интересную тему продолжим. Как развивать духовные чувства, можно ли вообще чувствам доверять. И о рассуждениях мы с вами еще не успели поговорить. Если Бог даст, тогда в следующей передаче. Обязательно, конечно. Да, благодарим вас, если вы к нам приехали. Приезжайте еще. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok